здарова да звонил это слушай ты себе же тачку взял да мог бы мне и одолжить на полчасика часик как зачем потому что я видеоблогер мне нужно снять видос я ж не могу со своей тачки снять все за чемарят скажут что я в германии е-мое что-то я полчасика я знаю что новое что ты я тебе заправлю и все нормально ладно ага ты спасибо выручил ну я это через полчасика приеду полчасика и все нормально ладно давай удачи а и и и и и и и друзья добрый день зацените мою новую точилу короче взял себе тачку новую отдал 32 штуки трехлитровый мотор 210 ps но дизеляка я не стал брать так как немцы еще не определились оценить ними дома за воротами сегодня дизель до завтра нет так что решил взять пока мисс бензинку покатаюсь немножко возьму новую чем не стоит не понравится возьму новую чем у нас 30 штук мы в германии живем все круто я погоняю немножко я вам покажу свою точилу пишите в комментариях нравится ли вам такая тачка вот короче поехали ребята добрый день с вами володя и вы наверное подумайте володя что это за цирк ты устроил извиняюсь заранее это не мой стиль такого видоса но все же я сделал это видео потому что многие пишут что я понтуюся своих видосах сижу там своей машине разложу понтусы для меня понт это вот такой вот фасон видео у меня никогда не было даже в голове перед кем-то понтоваться кем-то чем-то показывать я своих видосах часто говорю что я показываю свою жизнь в германии показываю как она есть как я на это вижу а вот видосах пишут люди что вот я понтуюся понимаете ребята понты до у многих есть эти понты но у меня их нету я считаю что у меня понтов нету я никогда не понтуюсь не иногда может быть похвастаюсь перед своей женой что у меня что-то новое есть но вот так не было в комментариях да пишут что чё ты понтуешься своем ситроене я вот приеду на своем x6 покажу тебе что такое крутая машина ребятам если я случайно у меня было время ехал с работы и было желание поболтать на камеру я снимал с машины то это не понты я не хотел вам показать крутую тачку меня ситроен у меня не крутая . у меня машина которую я заплатил сразу наличкой не брал никакие кредиты вот вот это вот понтус если бы я бы брал машины у друзей у друзей которые стоят по тридцать сорок тысяч и делал бы в этих машинах видосы но это был бы понтов а это не я это был бы не я ребят также те люди которые пишут мульти по я приеду покажу тебе настоящую машину меня x6 приезжай я сразу увижу если у тебя деньги или нет как сейчас я вам скажу дело в том что люди которые покупают очень дорогие машины у них нету потом и денег на новую резину или вовремя поменять резину потому что скажем даже этот x5 или 6 или кто там написал меня да он стоит большие деньги ну у ребят потом а нету денег поменять вовремя резину это не я у меня семья мне надо чтобы у меня была прочная машина куда все влезут все чемоданы когда мы ездим в отпуск чтобы была всегда свежая резина потому что если это мокрый и нужно будет не дай бог резко тормозить а я сэкономил на резине то капец у меня семья и вот эти ребята которые покупают дорогие машины для понтов для понтов ребята вот они и попадаются на резине если резина лысая то у этого чувака и страховка самая низкая знаете я знаю ребят которые покупают такие дорогие машины они делают фолькаску это одна из группировки страховки машины есть три это фолькаску талькаска и хаффлих фазихерунг хаффлих это вообще самая низкая которая покрывает только тот ущерб который вы нанесли другому водителю но ваш ущерб вашей машине никто ничего не оплачивает фолькаска это самая вышла страховка там и все покрывается так что у вас у таких ребят даже нету денег на такую страховку они берут самую нижнюю и катается после такие машины в таких страховках стоит очень дорого плюс я знаю ребята покупайте porsche там парамера ли как она называется джип офигенный крутой но когда подходит время менять тормоза и резину они не продают потому что чтобы поменять на такой машине тормоза стоит 2 с половиной штуки и у ребят просто этих денег нет вот вот и все понты плюс понты на youtube ребят у меня никогда не было целью создать какие-то понты на youtube и мне нравится снимать видосы нравится показывать как это я вижу как я вижу в германии кстати друзья если вы заглянули только что на мой канал подписываемся здесь все про германию все правда никакого трэша никакого пафоса здесь нету я рассказываю так как я это все вижу рассказываю истории и вы конечно не пожалеете что подпишитесь на мой канал потому что потому что ребята будут очень крутые и хорошие видос я вам обещаю ну и плюс блогеры на ютубе да есть и понтливые которые понтуются мол типа мой чё я в германии живу я захочу пойду куплю чё хочу некоторые блогеры покупают уже целый год себе машину мол типа а если я захочу я куплю себе машину есть конечно и другие блогеры которые показывают например как они добились а в германии чего-то и показывают виде к видосах как они этого добились а например если какой-то видео блогер показывает как они строят квартиру или дом это не понты это просто ребята показывают или дают советы в этих видео блогах как в германии можно достичь того или иного скажем построить квартиру или купить квартиру что нужно для этого часто мне пишут в комментариях или я могу помочь с работой потому что у меня вышли пару видосов где я показывал сколько я зарабатывал на заводе mercedes и как я ушел ребята к сожалению я не могу вам здесь найти работу устроить вас на какую-то работу потому что у меня нету ресурсов и времени у меня в данный момент 8000 подписчиков если даже буду половина людям помогать искать работу то это я должен буду уволиться с работы да кстати раз мы уже говорим про youtube конечно же ю тубе есть хорошие плохие люди это не только блогеры которые рассказывают всякую чушь есть и хорошие блогеры которые говорят правду рассказывают про свою жизнь я отношусь к хорошим так я считаю ну вот некоторые подписчики считают совсем это иначе меня обливают грязью и под многими видосами например у меня был видос где я показал как живут бедные немцы меня там чуть ли не расстреляли потому что писали как я только посмел зайти в чужую квартиру и меня меня говорили что я украл ключи показал туда-сюда ребят это это германия если я бы в чужую квартиру взломился меня бы хороший штраф был все это было согласовано жителям этой квартиры и он был не против что я показал вот там а меня просто разорвали в клочья и сделайте мне пожалуйста одно одолжение те кто пишут вот такие вот матерные комментарии которые любят меня таскать на писюнах я не буду материться не надо не не унижайте сами себя вот этими матерными матерками особенно вот я когда вижу там ольга такая-то такая-то меня матом его мол типа ты такой секой как ты посмел ходить по чужой квартире туда-сюда ольга ё-моё ну раз я такой секой а ты такая хорошая зачем вы берете во пехот такие маты я женщина я вообще не люблю когда женщины матюгается в интернете это вообще очень сильно распроешь ну нормально стало я вы когда читаю и вижу что-то написано ольга или света я всегда ну хоть бы тот кто писал это пусть будет мужик или блин там какой-нибудь молодой подросток просто ему делать нечего он решил меня потроллить немножко я надеюсь это не женщина там за клавиатурой сидит да ребята еще вот у меня видео вышло где я рассказывал как завидуют немцы в германии русским ноги меня расстреляли там и тоже сказали что я ненавижу германию я должен отсюда свалить я в этом видео об этом вообще ничего подобного не говорил я люблю германию мне нравится здесь жить я не русский я родился немцам ну родился в казахстане так вот вышло что воспитание у меня русская национальность немец ну и здесь нас конечно воспринимает как немцев и я говорю как это есть это мой опыт конечно если кто-то германии живет и он влился в эту систему общается только с немцами это ну прекрасно все хорошо но не надо меня тоже опять же там посылать куда подальше я высказал свое мнение и по комментариям я тоже считаю что я не один при этом мнении у меня просто получается вот такой жизненный опыт в германии что трудно войти в эту колею и тоже очень трудно понять немецкий юмор и понять немецкий образ жизни потому что все равно мы как-то по-другому крыты конечно много мы уже переняли и как-то анги дойч по-немецки это мы типа уже в сторону больше немцев чем русских но все равно многие их непривычки и приколы нам чужды даже вот так то так и опять же понты мое видео будет называться понты на ютубе ребята это не понты если скажем вам нравится понты то вы здесь их не увидите я прочитаю что это вообще даже не для моего канала я так не умею кстати чтобы начать это видео мне очень сильно надо было мне собраться потому что я даже по раз когда начинал говорить мне даже как-то самому смешно было потому что это не я я не умею вот так вот взять тачку у кого-то кстати я могу каждую неделю брать какую-нибудь хорошую крутую тачку и делать такие понтосные видосы мол типа какой я крутой что у меня каждую неделю новая тачка но это не я а во вторых как я уже говорил мой citroen он ездит пыхтит и на него нету кредита и никогда не было кредита потому что я выплатил его сам а многие которые вот эти вот понтос и ребята в ютубе это даже так это много 80 процентов на кредитах все машины но это ничего страшного нету что ребята берут кредиты покупаете машину которая о которой они мечтали но я боюсь кредит у меня единственный кредит это на дом но на это я смотрю по-другому потому что за дом не все равно какому-то дяденьки надо было бы платить если бы я жил бы в таком доме то почему бы тогда не банку все равно как все равно когда-то это будет моё и потом а будет уже легче вот такие вот пироги ребята пишите свое мнение насчет того или я понтос конкретный или все-таки я алёша с деревни кстати про деревню если вы пишите в видосах и называете меня колхозником я не обижаюсь на это ребята я приехал в германию из деревни чего я здесь получил от германии я там наверно не получил из этого я рад что родители когда-то решилися этот они был очень сложный шаг и приехали привезли нас сюда в германию и у меня здесь родились а дети они будут здесь жить оба она они будут здесь жить меня сфотографировали это прекрасно и будут немцами вот видите взял машину на понтос и сфотографировали меня потому что машина зверская 210 ps квадрат 4 мостовая чуть-чуть на газ надо надавил и уже превысил так что вот это видео мне еще обойдется в деньги а ребята присылайте мне на штраф ссылочку оставлю под видосом вот видите я уже стал даже попрошайничать кстати многие думают что на ю тубе можно разбогатеть нет я делаю мои видосы чисто и за приколом не нравится делать видос мне нравится общаться с вами делать вот такие вот поболтушки у нас был недавно стрим сергеем и скоро будет я так думаю почаще стримы блин мне интересно сколько будет штраф а ну ребята я жду под видосами много лайков если вам нравится машина ставьте лайк мне нравится машина но для семьи она мне не пригодна будет ну и конечно подписка ждем новых видосов нажимаем на колокольчик чтобы не пропустить такие веселые видосики следующий видос у нас будет конечно байки про германию германия нас любит и мы любим германию так что всем хорошего дня еще так блин как здесь это ключ в кармане должен лежать здесь а заводите его так как подогреватель поджог выключить не для включил выключить первая вторая бог теплый классно подогреватель ну-ка я выключу наверное да а то еще обожгу руки зимой хорошие ну-ка скушку настрою так пашка сидеть все можно ехать да зеркала видно так уже зеркала настроить чуть повыше подниму вот так не дай бог машина чужая все можно ехать